Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мы поиграем в Assassin's Creed, самую-самую первую часть серии. Эта игра запомнилась мне тем, что она была уникальной. И, впрочем, после игры Thief, которая вышла, не помню, в начале 2000-х, эта игра, когда вышла, она просто произвела фурор. Я как-то уже пытался начать прохождение, но это было давно. У меня там был старый микрофон, я еще тогда только начинал, в принципе, снимать видяшки. Поэтому давайте-ка побегаем. А если понравится, то я пройду ее для канала и все части серии. История тут довольно-таки интересная, и... И, да. Ну да. У нас проблема, Эмма. Я не могу закрепить его память. Слишком сильная психотравма, он наторгает процедуры, начиная откат. Дезмон, попробуйте расслабиться. Я попробую его стабилизировать. Сосредоточьтесь. Слушайте мой голос. Все это не по-настоящему. Всего лишь картины из прошлого. Они не принесут вреда. Черт возьми, не работает. Ну, выпустите меня из-за этих лагов. Первый раз, всегда сложно. Мы теряем его. Пост тут лагает, ребята. Достаточно, мисс Стелман. Надо его вытащить. Немедленно. Хорошо, Дезмон. Мы постараемся вас вытащить. Постарайся, чё. Вы в порядке? Я говорил, что он справится. Ублюдки! Тихо, тихо. Я вам жизнь спас. Жизнь спас? Вы похитили меня. Запихнули в эту штуку. Анимус. Это Анимус. Я даже не знаю вас. Что вы сделали со мной? У вас есть нужные нам сведения, мистер Майлз. Сведения? Я бармен, черт возьми! Что, вы хотели научиться смешивать мартини? Мы знаем, кто вы. И что вы. Не понимаю, о чем вы. У нас с вами нет времени на игры. Вы ассасин. И понимаете вы это или нет, у вас есть кое-что нужное тем, на кого я работаю. Оно скрыто у вас в голове. Но я не ассасин. Уже нет. В вашем деле указывается обратное. Говорится что-то о побеге. Очень удачно для нас. Что вам нужно? От вас. Делать то, что вам говорят. Все остальное сделает Анимус. После этого вы будете свободны. Я не вернусь туда. Тогда мы погрузим вас в кому и продолжим работу. А после этого оставим умирать. Честно говоря, вы сейчас в сознании только потому, что это экономит время. Вы безумны? Так что же, мистер Майлз? Жизнь или смерть? Ложитесь. Проще говоря, для тех, кто не в курсе, у нас два главных героя. Это Дезмонд Майлз, человек из 21-го столетия, который находится в плену компании Абстерга. И Альтаир, легендарный ассасин. Это прибор, создающий трехмерное пространство из генетической памяти. Генетической памяти? Что ж, придется заняться его образованием. А, что ж, начнем с простого. Что такое память, мистер Майлз? Это воспоминания событий прошлого. Личные для человека, наблюдавшего события. Да, конечно. Но тело человека содержит не только личную память, но и воспоминания его далеких предков, то есть генетическую память. Миграция, спячка, размножение. Как животные узнают, что, как и когда им делать? Это всего лишь инстинкты. Вы спорите о терминах, мистер Майлз. Факт остается фактом. Животные используют знания, накопленные предками. Последние 30 лет я пытался понять, каким образом. Я открыл удивительную вещь. Наша ДНК — это архив. В ней содержится не только генетическая информация прошлых поколений, но и их память. Память наших предков. Ну ахеренно, чё? Она нему расшифровывает и считывает эти файлы ДНК. Верно. Но есть сложности. Это участок памяти, нужный нам. Но когда мы пытаемся открыть его, ваш разум протестует. Вы не способны шагнуть в тело своего предка. Именно это случилось ранее. Вас выкинуло из нужного участка памяти в более стабильное состояние. Почему? Это ваше подсознание. Оно сопротивляется. Также реагируют пациенты под гипнозом, переживающие стрессовые ситуации. Они не могут перейти сразу к нужному участку. Их надо подготовить. И даже это не гарантирует успех. Как же нам быть? Мы нашли участок памяти, в который сможем попасть. Оттуда мы двинемся вперёд. Вы будете привыкать к окружению. Ну-ка. Это самый близкий к нужному участок. С него мы и начнём. Загружаю программу обучения. Да не надо, я всё умею. Внимание. Поток данных нестабилен. Восстановление синхронизации. Приветствую, Объект 17. Этот обучающий режим позволит вам ознакомиться с системой управления анимуса. Следуйте указаниям. Ладно. Шкала синхронизации показывает, насколько ваши действия совпадают с памятью вашего предка. Если вы рассинхронизируетесь, анимус вернёт вас в последнюю синхронизированную точку. Сейчас вы опасно близки к рассинхронизации. Следуйте указаниям, чтобы исправить положение. Анимус использует концепцию марионетки для управления вашим предком. Загружаю процедуру адаптации вашего тела к анимусу. Рассмотрим действия по умолчанию для системы управления. Когда вы стоите, используйте кнопку головы для осмотра окружения. Хорошо. Проходим обучение. Очень-очень важно. Чтобы пройти через насильщиков и не уронить ничего из их груза. Подойдите к маркеру, чтобы продолжить процесс синхронизации. Прекрасно. Анимус различает два основных режима. Высокую и низкую стойки. Действия, выполняемые в низкой стойке, социально приемлемы. А в высокой – более агрессивны. Зажмите кнопку высокой стойки и посмотрите, как меняется дисплей и возможности управления. Да мы поняли, ё-моё. Выпускаешь. Отлично. Мы продолжим синхронизацию, выполнив несколько действий высокой стойки. Схватите и бросьте этого человека, используя кнопку пустой руки в высокой стойке. Хорошо. Кнопка ноги в высокой стойке позволяет вам использовать спринт. Он помогает сбежать от солдат или догнать убегающую цель. Не сталкивайтесь с прохожими, иначе вы можете потерять равновесие и упасть на землю. Используя спринт, доберитесь до маркера быстрее соперника. Да ты чё, издеваешься, что ли? Так не честно, ты в фальстарт был. Прекрасно. Анимус выдаёт вам различную полезную информацию. Значок социального статуса показывает ваш статус в обществе. Подробнее мы рассмотрим его позже. Этот значок появляется, когда на вас смотрит воин. Жёлтый цвет означает, что он спокоен или подозрителен. Чтобы посмотреть, как меняется уровень, схватите воина и бросьте на леса. Сфокусируйтесь на цели. Выберите спрятанный клинок. Выбрав клинок, подойдите к солдату и убейте его, нажав кнопку вооружённой руки. Очень полезно, очень. Что здесь произошло? Воин заметил труп, и его уровень изменился на встревоженный. А цвет значка стал красным. Агрессивные действия и социально неприемлемое поведение в такой ситуации приведут к нападению. Спровоцируйте воина. Обратите внимание, что значок статуса поменялся на обнаружен. Учат, как лоботомированного дебила. Нет. Отлично. Вы скрылись из виду. Бегите в сад на крыше, чтобы спрятаться от воина. Хорошо. Значок статуса показывает, что вы спрятались. Но воин вас всё ещё ищет. Подождите, пока статус не изменится снова. Это бесполезно. Ну да. Давай, вали уже. Прекрасно. Десять минут геймплеер. Вы теперь анонимны. Можете выйти из укрытия. Отлично. Тупо обучают. Когда вы анонимны, синхронизация растёт. А выполнять задания становится легче. Вы можете прятаться в самых различных местах. Однако перед этим вы обязательно должны скрыться из вида. А потом уже прятаться. А потом уже прятаться. Самые различные места. Четыре. Четыре места, где можно заныкаться. Теперь познакомимся с возможностью смешиваться с толпой. Используя ноги в пассивном режиме, вы можете притвориться монахом, чтобы пройти мимо воинов, не вызывая подозрений. Дойдите до маркера за воинами. Хорошо. Вы полностью синхронизированы. И вам доступна новая возможность «Орлиное зрение». Это шестое чувство позволяет вам узнавать намерения окружающих людей. Прекрасно. Белый – это инфа. Хорошо. Помните, что эта возможность доступна только при полной синхронизации. Следуя кредо ассасинов, вы сохраните синхронизацию. Кредо состоит из трех принципов. Первый – не убивать невинных. Второй – всегда маскироваться. Третий – не ставить под угрозу клан. Если вы рассинхронизируетесь, вам нужно пережить ключевые моменты из жизни предка или действовать, следуя кредо. Ну я понял, выпускай меня отсюда. Вы успешно завершили обучение. Загружается первый стабильный участок памяти. Господи, блядь, Исусе. Постой. Должен быть другой способ. Этого убивать не обязательно. Отличное убийство. Удача сопутствует твоему клинку. Неудача, мастерство. Наблюдай, может быть, чему-нибудь научишься. Ага. Например, как забывать обо всем, чему учил нас Повелитель. И как бы поступил ты? Я бы не привлекал к нам внимания. Не забирал жизни невиновных. Я бы поступил, следуя кредо. Ничто не истинно, все позволено. Ты поймешь, что означают эти слова. Не важно, как мы выполним задание, важен результат. Я разведаю путь. Постарайся не опозорить нас. А в чем заключается наше задание? Брат ничего не сказал мне, кроме того, что участие в нем – честь для меня. Повелитель считает, тамплиеры что-то нашли под Хромовой горой. Сокровище? Не знаю, но Повелитель считает находку важной, иначе он не поручил бы мне добыть ее. Такс. Ну, все мы прекрасно знаем, что они там нашли. Здесь. Должно быть, это ковчег. Это ковчег завета? Не будь глупцом. Его не существует. Это всего лишь легенда. Тогда что это? Тихо. Кто-то идет. Нам нужно миновать ворота до рассвета. Чем скорее мы его получим, тем скорее сможем заняться этими шакалами в Мосяафе. Робер де Сабле. Его жизнь моя. Нет, нам поручили забрать сокровища, а Робера убить лишь в случае крайней необходимости. Он стоит у нас на пути. Это необходимо. Благоразумие, Аль-Таир. Нет, трусость. Этот человек наш враг, и у нас есть возможность покончить с ним. Ты уже нарушил два правила Кредо. И собираешься нарушить третье. Не подвергай риску, брат. Что-то как-то темно тут у вас. Сейчас, секундочку. Адство. Я выше тебя. Как по званию, так и по мастерству. Не тебе обсуждать мои решения. Стойте, темплеры. Не у вас одних здесь дело. А, теперь я понимаю, куда пропал мой человек. И что же вам нужно? Кровь. Нет, не надо. Ты ввязался в то, чего тебе не понять, ассасин. Я пощажу тебя, но лишь за тем, чтобы ты вернулся к своему хозяину и передал. Святая земля потеряна для него навсегда. Бегите, пока не поздно. Если останетесь здесь, вы все умрете. Не дурно. Солдаты, к оружию! Убить ассасинов! Ну и как вы видите, тут есть несколько путей, чтобы добраться наверх. Это такая вариативность в паркуре. Хоть в следующих частях это сделано куда лучше. Ну вот, может быть, не куда лучше, но попроще. Потому что все-таки не отшлифованность системы, это дает о себе знать и даже периодически бесит. Потому что, чтобы добраться нам от убийства до убийства, нужно пройти довольно большое расстояние и сделать несколько побочных квестов. Переход к более позднему участку памяти. Альтаир, ты вернулся? Ну да. Рад видеть тебя, не вреди. Задание прошло успешно? Повелитель в башне? Да-да, как всегда, зарылся в книге. Похоже, ждет тебя. Спасибо, брат. Покое и мир, Альтаир. И тебе также. Ладно, погнали. Поболтаем с повелителем. А че-то ты тут ходишь? А? Ну ладно. Не стоит ему так бегать. Ходит, че-то тут бесит. Вон, еще один. Че ты бесишь-то? Он, похоже, спешит. Да, это не по кредо, но... Че он бесит? Крепость ассасинов. Хм. Здраво. Массиаф, по-моему, так он назывался. Трыснули отсюда. Надо же, он вернулся. Аббас. Где остальные? Ты всех обогнал, чтобы быть первым? Знаю, ты не любишь делиться славой. Молчание – знак согласия. Тебе что, делать нечего? У меня сообщение от повелителя. Он ждет тебя в библиотеке. И лучше поторопись. Тебе сейчас нужно вылизывать ему башмаки. Еще одно слово, и я перережу тебе горло. На это у тебя будет время позже, брат. Таки быть. Позже, так позже. Да, и вот эти вот комментарии из толпы, они довольно бесячие. Ну да ладно. Повелитель ждет. Я понял. Здорово, Аль Муалим. Аль Таир. Повелитель? Подойди. Расскажи о своем задании. Полагаю, ты добыл сокровища тамплиеров? Возникли сложности, Повелитель. Робер де Сабле был не один. Дело прошло, как мы ожидали. Наше умение приспосабливаться делает нас сильными. На этот раз его было недостаточно. То есть? Я подвел вас. Сокровище? Потеряно. А Робер? Сбежал. Я послал тебя, Беа. Моего лучшего человека. На задание важнее, которого еще у нас не было. А ты возвращаешься с одними извинениями. Я... Молчать! Ни единого слова! Такого я от тебя не ждал. Надо собрать новый отряд. Я клянусь, что найду его. Я пойду и... Нет. Не пойдешь. Ты сделал достаточно. Где Малик и Кадар? Мертвы. Нет. Не мертвы. Ну как? Малик? Я выжил. А твой брат? Пал. Из-за тебя. Робер вытянул меня из комнаты. Я не мог вернуться. Ничего не мог сделать. Потому что ты не слушал меня. Всего этого можно было избежать. А мой брат... Мой брат был бы жив. Твоё неумение чуть не стоило нам победы. Чё? Я достал то, чего не смог добыть ваш любимчик. Вот. Возьми. Но похоже, что я вернулся не только с сокровищем. Повелитель, нас атакуют. Люди Робера де Сабле обложили Мосяф. А он ищет битвы? Хорошо. Мы дадим ему бой. Сообщи остальным. Пусть крепость подготовится. Что же до тебя, Альтайр? Наш разговор придётся отложить. Ступай в деревню. Уничтожь захватчиков. Напавших на наш дом. Будет сделано. Перемотка на более поздний участок памяти. Короче, да. У нас проблема. Как вы поняли, Робер де Сабле решил не отдавать сокровища просто так. Альтайр, хорошо, что ты пришёл. Нужна твоя помощь. Что случилось? Тамплиеры. Они напали на деревню. Большинству селян удалось сбежать. Но... Не всем. Что от меня требуется? Отвлеки рыцарей. Займи их, пока я буду спасать тех, кто угодил в ловушку. Хорошо. Угу. Ладно. Так и быть. Я думаю, мы справимся. Так, раз, два, три, четыре. Два и три. Моё любимое оружие. Погнали. Убийца! Прочь дороги! Руки помнят ещё. Немного. Я не помню, блин. А чё, контр-атаки ещё нету, что ли? Без контр-атаки не прикольно. Я тут немножко звук с музыкой покрутил, потому что чё-то орёт всё, сука. Язычник, теперь ты умрёшь! Ну иди сюда, ебать! Немного не туда, но ладно. Я выпущу тебе кишки! Так, надо привыкать к управлению. Тут пока всё непросто. Нормальных вы пацанов тут, конечно, положили, я смотрю. Там и прокаченные тамплиеры, и всякое остальное говно. Ладно, погнали. Аль-Таир, сюда! Аль-Муалим ещё не закончил. Куда мы идём? Наверх. Мы приготовили сюрприз для наших гостей. Делай всё то же, что и я. Скоро ты всё поймёшь. Хорошо. Отпускай меня в управление. Тут просто за руку вводят. Вот это же мне не нравится именно в первой части. Потому что тут очень много такого вождения именно за руку. По сюжету игра очень непримечательна. Но когда она вышла, она мне нравилась прям очень очень. Еречик! Верни то, что украл у меня! Ты не получишь этого, Робер! Убирайся отсюда, пока твои оставшиеся люди ещё целы! Ты ведёшь опасную игру! Уверяю тебя, это не игра! Да будет так! Привезти заложника! А да, и вы видите, что происходит со звуком. Он немножко тупит. Ваша деревня разрушена, а запасы не безграничны! Сколько тебе ещё нужно времени, чтобы твои люди взбунтовались от того, что колодцы пересохли, а еда закончилась? Мои люди не боятся смерти, Робер! Они рады ей! И награде, что она несёт! Хорошо! Смерть они и получат! Иди за мной и отбрось сомнения. Пусть этот рыцарь увидит, что в нас нет страха! К богу! Ну к богу, блядь! Ржочек на Верочку! Моя нога! Ааа! Моя нога! Заткнись, ну ахер! Ладно. Я останусь с ним и помогу. Дальше пойдёшь один. Канаты приведут тебя к ловушке, которую мы установили. Обрушь смерть на головы врагов! Хорошо. Как скажешь? Так. Обучение, обучение, обучение. Как-то мне нравится. Я уже и забыл, каким дотошным был первый крит. Назад, войны! Ты помог нам дать отпор Роберу. Его силы разбиты, и он еще долго не посмеет беспокоить нас. Скажи мне, ты понимаешь, почему сейчас ты добился успеха? Ты слушал. Но если бы ты слушал тогда в храме Соломона, всего этого можно было бы избежать. Я поступал как приказано. Нет, ты поступал так, как тебе хотелось. Малик все рассказал мне. Ты свернул с нашего пути. Что вы делаете? У нас есть закон. Нас не было бы, если бы мы не подчинялись кредо ассасинов. Три простых правила, которые ты забыл. Но я напомню. Первое и главное. Не позволяй клинку поразить невиновного. Я знаю. И не позволяй себе говорить, пока я не спрошу тебя. Если ты знаешь это правило, почему ты убил того старика в храме? Он был невиновен и не должен был умереть. Это был не я, но я убил Бодоролиса. Не знай границ. Найди в своем сердце смирение, дитя. Иначе я вырву его голыми руками. Подавишься, старичок, подавишься. Второе правило дает нам нашу силу. Скрывайся на виду у всех. Стань незаметным одним из толпы. Помнишь? Но мне рассказали, что ты выдал себя, привлек к себе внимание до того, как нанес удар. И третье, и последнее правило. Нарушив его, ты совершил самый страшный поступок. Никогда не подставлять под удар братство. Нельзя причинять вред братству своими действиями. Но то, что ты сказал, поставило нас всех под угрозу. И что еще хуже, ты привел врагов в наш дом. Все, кого мы потеряли сегодня, на твоей совести. Мне жаль, поверь. Но я не потерплю предательства. Я не предатель. Твои действия говорят о другом. Ты не оставляешь мне выбора. Мир над тобой, Альтаир. Ну ладно, так и быть. Он приспосабливается намного лучше, чем все остальные. Я все еще вытаскиваю его. Он пробыл там слишком долго. Подожди. Мы слишком далеко от того, что нам нужно. Рисковать нельзя. Как насчет еще часа или двух? Почему бы нам не обсудить это в конференц-зале? Дадим Дезмонту размять ноги. Я не понимаю, зачем. Уоррен, пожалуйста. Хорошо. Теперь же мы поиграем за Дезмонта Майлз. Но тут как? Тут особого геймплея нет. Тут мы можем всего лишь походить, посмотреть и только напороться на новые загадки. Ну вот, одно из этих загадок я, в принципе, знаю. Дьявол, даже не переодеться. На глазах у пленника. Этому есть название нарушения субординации. Камера! Мать твою! Мне не нравится, что ты споришь со мной на глазах у пленника. Этому есть название нарушения субординации. А мне не нравится, что ты хочешь убить его, прежде чем мы закончим работу. Этому есть название. И название это глупость. Люси, это не мое решение. Не я устанавливаю сроки. Но я достаточно удобно, чтобы не спорить. Ты же не хочешь закончить как Лейла. Я знаю, что в случае всех переполошил. И поэтому у нас нет времени возиться с ним. Если ты будешь нажимать слишком сильно, он закроется, и у нас ничего не останется. У нас ничего и нет. Но будет. Надо верить в свои силы. Отлично. Но я хочу, чтобы ты нашла способ держать его там дольше. Мы не можем прерываться каждый раз, когда он чихнет. Нам и так приходится смотреть всю эту бесполезную чушь. Я сделаю, что смогу. Так и быть. Короче, мы в плену. И мы ищем некое сокровище. В недрах памяти нашего предка. Да, да, ребят, да. Че там? Че там? Че выяснили? И... Сейчас вы вернетесь в комнату и отдохнете. Ну, ладно. Так и быть. Вернусь в комнату и отдохну. Что ж, дорогие друзья. Вот мы, собственно, и начали еще одно прохождение. Черт, они заперли дверь. Параллельно с Бэйшоком Инфинит будет, наверное, выходить еще немножко Ассасинс Крида. Не знаю, правда, как оно будет, но посмотрим. Всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok